Привет! Нормально будешь? Привет! Короче, я плохо стал, еле проснулся, приехал в 4 утра. В 4 утра приехал. И вот то, что я получил. Смотрите, еще раз более подробно. Получается, вот мое, как это называется, фан-айди. Вот, Настя, смотрите. А что ты, Настя, делаешь и не рассказываешь рыбу? Или ты вчера это рассказывала? Там есть маленькая, сейчас тебе сделаю. Я просто два кусочка купила, Паша не пробовала. Она такая божественная просто. Расскажи. Она очень вкусная. И угадайте, что? За грани богатедобия. И очень дорого. Но это того стоит. Вот реально стоит такого. Ну раз в... Пятилетку. Пятилетку. Вот, короче, главная страница моего фан-айди. Ой, какой красавчик. Как ты меня там переводкали. Ты слышал, так нерволис. Даже такое... Да. Я ей сказал, можно... Лучше, чем сейчас. Можно улыбаться спросил. Она говорит, да. Я говорю, о, фу, фирменную позу можно встать. Ну-ка покажи ее. Так вот она. Ну сейчас покажи, видишь. Какая честно улыбка. Как она делается. У меня постоянно какая-то рожа всегда. А ее вы как-то знаете, отточены все, отточены. Я не знаю, я только один раз отточил. И вот, получается, сам билет. В таком этом... Ого. Билет нельзя мять, нельзя сгибать. Внутри чип. И, короче, вот в таком вот кейсе ты его носишь. Настя, нашлась рекламодателя, который написал мне, но я отдал его Насте. Он мне сам написал. Сейчас будут ореховые пасты вам показывать, рассказывать. Но если они хорошие, в принципе, это такая реклама, которую мы... Я никогда не пробовала сама эти пасты ореховые. Мне даже сама хочется бегу. Уже хочу их купить. Нам, короче, их дают по бартеру. Вот. А нам, в принципе, не жалко. Для пермской компании, тем более. Так что, друзья, кто из Перми, все компании, вы можете с нами сотрудничать на бартерных условиях. Без проблем. Абсолютно. Если вы хорошие, настоящие, и вы не казино, и не обманщики, то приходите к нам. На берегу. Прямь кузов. Она не сухая, да? Она вообще не сухая, она прям такая влажная. Все, забрала из своих вкусняшки. Это, к сожалению, не магазин, поэтому там нечего было снимать. Видите, здесь склад, видите, здесь склад. Или еле нашла, где находится вообще это место. Но нашла. Хочу уже пробовать вкусняшки. Дома покажу вам, что там. Там вкусные сетки прям. Без сахара, без соли, слушай, не писала. Но калорийность, конечно, у них такая себе. Миндаль. Кокос. Кокос, ёпс-тудэ, как я сейчас буду кайфовать, чувствую, а? Ну, это жиры. Да? Ну, орехи это жиры, видите? Правильно. Это фундук. Это что такое? Довил без сахара, без соде. Я вот тоже не поняла, с чем это. Натурально арахисовая паста. И обезжиренный обезжиренный кешью. Кешью. Офига себе, столько баночек. Что, будешь все пробовать? Да, с какой начнем? Я хочу вот с этой. С кокосиком? Да. Ё-моё. Будем пробовать. Настюха, первый контракт в инстаграм получила, да? Ой. Контракт. Контракт. Мне просто захотелось вкусняшек на дьяву. В общем, сегодня у нас день такой получился, к сожалению. Я очень поздно проснулся из-за того, что приехал в 5 утра. Короче, итог дня. Что сейчас произойдет? Мы решили с Настей то, что... Точнее, я решил один. Раз она такая молодец, начала вести действительно прикольный инстаграм. Мне даже понравились ее последние фотки и истории. Кстати, кто не смотрел бы, встретим обязательно. Это дорогого стоит, когда Паша. Да, потому что я обычно все засираю у него. Короче, в честь этого мы решили, что не нужно срочно поменять телефон, потому что 5S это уже совсем не вариант. Потому что он уже не фронтальная камера, у него полная отстой. Задняя камера. Плюс скорострельность небольшая, и он у нее постоянно садится. Мы решили взять оптимальный телефон в плане деньги и качества. Качество и деньги. И оптимальный телефон, на наш взгляд, это iPhone 7. Но 40 тысяч это вообще какие-то космические для нас деньги. Поэтому самый оптимальный все-таки вариант это 6S. Там вполне себе уже приемлемые камеры и фронтальная уже хорошая. Короче, iPhone 6S. 64 гигабайта, 25 тысяч и счастье полной встыны. Так, друзья, снимаем кликбейт. Сейчас надо сделать, чтобы iPhone не было видно. Какой. Блин. О, вот так. iPhone. Мы одни из первых. Одни из первых успели выхватить его. Это совсем новый iPhone 6S. Я не думаю, что еще вообще есть обзоры на него, да? Мы, наверное, первые. Вилсоком только, если может, успеем быстрее нас только что. Короче, все. На, Настя, открывай. Тихо. Не трясем. О-о-о-о. Вот это да. Ты видела? Это совсем новый iPhone 6S, друзья. Таких еще нету в продаже официально. Специально. Мы едели в Лондон. Специально за ним. Знаешь, ты? Да, нужно так и скажите, что вы бомж-блогер. Короче, давай нету. Рассказывай. Рассказывай. А ты там молчила еще черный, блин. Скажи нет расизма. А? Короче, чего? Прикольно сейчас чехольчик вам покажу. Чего на тейфон? Я чехольчик купила. Купила, говорит, чехольчик ищет его. Чего, Настя, давай быстрее уже иди. Подожди, а где он, куда я это делал? Не знаю. Чехольчик, ты где? Чехольчик. Чехольчик. Какой мне пароль ВКонтакте? Только что. Какой у меня пароль в Инстаграме? А потом, Паша, а зайди за меня в Ютьюбе. Паша, а какой у меня пароль ВКонтакте? Чего, следующая? Да какой? Так думай, сама там отгадывай. Это я сейчас все загадаю там. Что? Ой. Ребята. Короче, сегодня. Сегодня был маленький влог. Не маленький, а коротенький. Коротенький. Маленький это ты. Коротенький влог. Завтра будет кое-что особенькое. Сегодня, друзья, мы вам советуем фильм, как всегда, очень хороший. И видим, что вам это очень нравится. Видим то, что вам не приходится ничего искать, в отличие от нас. Вот мы сейчас себе фильм ищем, опять смотреть нечего. А вам мы вам советуем посмотреть. Обязательно супер, очень крутой, очень позитивный, очень веселый, очень такой прям эмоциональный фильм. Я не понимаю, как он называется. Я тоже. Величайший шоу вроде называется, если нет, то вот здесь трейлеры. Величайший шоумен. Короче, нет, вроде шоу. Шоумен. Да тихо. Давай поспорим. Давай. Буду все фа. Что? Это вот так. Случайно, кулак еще дала. Нельзя сделать что-то новое, слепо подражая другим. Да поспорить. Посмотрели трейлер, все. Давай поспорить. Ну, все. Да что? На то, что напишут в комментариях, на то и поспорили. Давайте, напишите в комментариях, кто из нас проиграл, тот, что должен сделать. Да я знаю, что к ним пишут, знаю я их. А на сегодня все, друзья. Сегодня было хорошо, только я спал очень долго. А завтра будет лучше. И еще не ездите на Блаблакаре, это не очень. Да, это не очень. Всем пока. Ну.